Сегодня я хочу поговорить с вами о смирении. Давайте снова поговорим о зеркале. Помните, пару недель назад у меня на сцене стояло зеркало, и я спросил, кто из вас любит стройнящие зеркала? Мы выяснили, что все вы любите стройнящие зеркала, потому что в них мы выглядим лучше. Но они нам врут. На самом деле вы так не выглядите. Иногда люди приходят к христианству и хотят смотреть на себя стройнящие зеркала. Они не хотят смотреть правде в глаза. Но почему же мы не хотим видеть, как мы выглядим на самом деле? Ведь так мы сможем увидеть, какие мы есть на самом деле. Так Бог своей милостью и силой может помочь нам изменить что-то в нашей жизни, чтобы мы больше походили на Него, а не на мир. Сегодня мы посмотрим зеркало, которое не врет. Готовы посмотреть туда? Смирение — это очень важная Божья черта, которую мы должны иметь в своей жизни. Одна из важных Божьих черт. Люди любят силу. Они говорят, «Даруй мне славу и смирение». Но я не видел, чтобы кто-то из вас молил Бога о смирении. «Даруй мне смирение, Боже!» Ведь смирение — это очень важно. Слава и сила могут увести вас в мир иллюзий, могут ослепить вас. Вот почему вам так нужно смирение. Так вы сможете иметь ясный разум и делать именно то, что нужно. Сейчас я хочу прочесть вам стих из книги Михея. А вот он. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». То есть Бог желает, чтобы мы действовали справедливо. Итак, Он хочет справедливой службы. А еще Он хочет, чтобы мы любили дела милосердия, дабы помогали другим людям и творили добро. Но это еще не все. Он также говорит, «Я хочу, чтобы вы смиренно-мудренно ходили предо мной». Что же означает «смиренно-мудренно ходить перед Богом»? Это означает, что у нас должно быть желание следовать за Богом. Вот что значит «смиренно-мудренно ходить перед Богом». Вы не должны бороться с Ним. Я много раз видел, как люди борются с Богом, вместо того, чтобы покориться Ему. Вчера у меня произошел похожий инцидент с конем. У меня во дворе сейчас живет конь. Это очень милый, но своенравный конь. Мне привезли его на воспитание. Вчера у нас с ним возникли разногласия. Я хотел его потренировать, а он не хотел мне подчиняться. Он не хотел смиряться. Он хотел поступать по-своему. Но ему пришлось признать, что победителем в этой борьбе буду все-таки я. И в итоге он очень хорошо потренировался. Вспотел и был весь в пень. Им очень понравилось это делать. И знаете что? В результате получилось, что он сам захотел сделать то, что хотел я. Многие христиане поступают так же. Пытаются идти против Бога, но дело в том, что ничем хорошим это не закончится. Это может привести к очень плохим последствиям. Но некоторые христиане, не зная этого, продолжают идти против Бога. В итоге вы тоже будете все в пении и пройдете через многие испытания. Но вы можете обойтись и без этого, если будете просто слушать. Просто смирите себя и послушайте. Рано или поздно коня удается смириться. Вы тоже можете смирить себя. Хочу, чтобы вы смогли это сделать. Когда-нибудь вы слышали, чтобы кто-нибудь говорил такие слова? Не поднимайте руку, если это были вы. Когда-нибудь вы слышали, чтобы кто-то говорил, «Бог уже целый месяц желает, чтобы я это сделал». Или даже так, «Бог уже почти год хочет, чтобы я это сделал». Наверняка вы слышали такие слова. Но не стоит указывать пальцем на того, кто это сказал. «Ну, давайте, поднимайте руку». Да, многие из нас такое слышали. Но я хочу вам сказать, что это не смирение. Это сопротивление. Вы знаете, ведь Бог попросил Авраама сделать очень тяжелую для него вещь. Бог сказал ему, «Я хочу, чтобы ты взял своего сына и принес его в жертву». И следующим же утром Авраам отправился это исполнять. Бог сказал ему это вечером, а утром он отправился это исполнять. Когда Бог говорит нам что-то сделать, мы должны ему покориться и смириться перед ним. И знаете, что важно? Мы должны сделать это тот же. Помните, как Иисус явился ученикам и сказал следовать за ним? В Библии сказано, что они бросили сети и тут же пошли за ним. Мы должны тут же слушаться Бога. Потому что если вы не будете этого делать, вы забудете то, что сказал вам Бог. Но Бог говорит, «Я хочу, чтобы вы покорились Мне». Сначала давайте посмотрим, какая награда ожидает вас, если вы смиритесь перед Богом. Прочтем один стих из притчи. Очень его люблю. «За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь». Давайте скажем эти слова вместе. Богатство, слава, жизнь. Бог сказал, «Те, кто смирятся передо Мною, будут почитать и уважать Меня». Слово, которое используется на месте слова «страх» на еврейском, означает не такой страх, от которого бегут без оглядки, а страх из-за почтения. Бог сказал, «Тем, кто смирится передо Мною и будет почитать Меня, будут даны богатство, жизнь и слава». «Я хочу наградить вас за хорошее поведение». Так Он говорит. Об еще одной награде сказано в Евангелии от Матфея, «Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Кто из вас хочет многого добиться в жизни? Ну, смелее. Кто из вас хочет большего в жизни? Все хотим. Все хотим многого добиться в жизни. Но Бог сказал, «Вы сможете многого добиться в Моем Царстве, если смирите себя и доверитесь Мне так, как дети доверяют Своим родителям». Он взял к себе ребенка и сказал, «Этот ребенок доверяет Мне, поэтому он и подошел ко Мне. Он верит тому, что Я Ему сказал». Наши дети поступают так же. Когда они маленькие, то говорят, «Да, мама, да, папа». Бог говорит нам, «Вы должны так же смириться». Те, кто это сделают, будут больше в Моем Царстве. А еще в Евангелии от Матфея Бог говорит нам, «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кроткие — это значит смиренные. Именно смиренные унаследуют землю. Бог говорит, «Я подарю вам все это, но сначала вы должны перестать Мне перечить. Не перечьте Мне, а позвольте Мне повлиять на вашу жизнь. Если вы позволите Мне это сделать, это положительным образом повлияет на ваш брак. Положительным образом повлияет на ваши отношения с детьми, различные сферы жизни, работу, финансы, да и все остальное. Но каковы же признаки смирения? Расскажу вам, каковы признаки смирения. Мы сейчас посмотрим, каковы они. Хочу, чтобы вы не просто знали определение слова «смирение», а чтобы видели признаки смирения. Для этого мы должны взглянуть в зеркало. Что мы увидели, когда сегодня утром посмотрели в зеркало? Итак, каковы же признаки смирения? Первый звучит так. Не думать о себе более, чем должны думать. Это первый. Но вы не должны себя принижать. Вы просто должны меньше думать о себе. Я нашел в Библии отрывок, который идеально подходит к этому случаю. В послании к Галатам есть даже два таких отрывка. И вот первый. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Вы знали, что без Иисуса мы буквально ничто. Если кто-то почитает себя кем-то значительным, он дурит сам себя. Наш враг не дремлет. Он с радостью бежит к таким людям и несет им отнюдь несмирение. В Библии сказано, что если вы хвалитесь тем, что знаете Бога, вы просто хвалитесь. Потому что для нас важнее, что именно сделает Бог. Вы помните тот случай, когда один человек сказал Иисусу, что он благ? Иисус ответил, «Благ только мой Небесный Отец». Иисус был само совершенство, но Он говорил людям, что единственное благо идет от Его Отца. Иисус понял, что Его Отец принес Его в жертву. В Нем бы не было столько блага и силы, если бы Его Отец не даровал их Ему. Его бы не было на земле, если бы Его Отец не послал Его. Без Его Отца не было бы ничего. А вы знали, что все, что мы делаем, связано с нашим Небесным Отцом? И связаны мы с Ним через Иисуса Христа. Бог — это единственное благо. Благодаря Ему мы стали тем, кто мы есть. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое время. Давайте я расскажу вам, в связи с чем были сказаны эти слова. Они относятся к случаям, когда мы натворили дел, когда мы живем во грехе. Бог говорит нам, если вы видите, что кто-то натворил дел и живет во грехе, вы должны помочь Ему. Он не говорит «уничтожьте Его». Он говорит «помогите Ему». Он не говорит «уничтожите Его». Он сказал «это в духе добра». Вы должны быть осторожны и не впасть в тот же грех, потому что бесы не дремлют. Вот почему Бог на это говорит. Вы знаете, что может произойти, если мы будем наблюдать за чьим-то грехопадением или чьими-то плохими делами, а заодно возвышать себя над тем, что делают эти люди? Бог говорит нам, вы не должны так поступать. Вы должны следить за собой, беспокоиться о себе и следить за тем, что делаете вы, а не сравнивать себя с окружающим. Вы должны прекратить играть в сравнение, потому что такие игры помогут вам почувствовать себя не только хорошо, но и плохо. Хватит играть в сравнение. А вот что я хочу сказать о тех, кто натворил дел или оступился. Обычно мы говорим «слава Богу, это не про меня». Мы знаем, что мы сильны, потому что у нас есть Божья благодать и Его сила. Если бы их не было, мы бы тоже оступились. Вот почему мы не должны смотреть на людей свысока. Не судить их из-за того, что они не соответствуют нашим ожиданиям. Вы должны волноваться о том, как вы живете и что вы делаете, а заодно помогать другим. А вот еще один стих из послания к римлянам. Тут говорится о дарах, которые Бог уделил каждому из нас. У каждого из нас есть свой дар. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». У кого-то есть дар – дарение. У кого-то есть дар – лидерство. У кого-то – милосердие. Даров очень много. У кого-то – управление. Все они даются по мере, которую уделил Бог. Но в первую очередь Бог даровал нам благодать. «Она превыше других даров». Но он сказал нам, «Не смотрите на себя и не думайте, что у вас есть больше, чем вас одарили. Иначе говоря, есть люди, которые думают, что их дары – это не самое главное, что им отвели какую-то небольшую меру даров». Сейчас я приведу вам пример, благодаря которому вы лучше поймете эти слова. В нашей церкви мы каждый раз стараемся внести в проповеди что-то новое, что было бы созвучно вашему сердцу, потому что то, что созвучно нашему сердцу, есть наш дар. Итак, мое сердце очень любит петь. И что же это означает? Ну, например, мое сердце любит петь. Пусть мое сердце поет, а не проводит службы. Ведь получается, что у меня нет дара проводить службы. Что же получается? Раз я не должен думать, что я более свят, чем должен быть, то и службы в Царстве Божьем мне не стоит проводить. Но так не будет, потому что наши звукорежиссеры не могут просто взять и выключить мне микрофон. Дело в том, что некоторые наши прихожане считают, что они наделены великими дарами, которые можно показать во время службы. Но наши ребята пытаются быть с ними честными. Они подносят к ним не стройнящее зеркало, а обычное. Они говорят им, «Знаете, вам еще стоит потренироваться. Возможно, в следующий раз». Или, знаете, возможно, это не ваш дар. Возможно, ваш дар — это не тот, который вы считаете своим. У всех нас есть дары, которые Бог желает использовать для служения людям и миру. Поэтому не думайте, что вы более святы, чем вы есть. Во-вторых, покорность Божьей власти, которую Он передал другим. Это еще один признак смирения. Если у вас есть смирение, вы без проблем покоряетесь Божьей власти в вашей жизни. Мы с вами посмотрим первое послание Петра. Но о чем говорит это место вначале? Под пастырями здесь понимаются церковные лидеры. Он говорит нам, как нужно смирять себя. Вы должны делать это по своей воле, а не из-за денег. Вы должны помогать людям. Он говорит, что мы должны следовать за пастырями. Итак, младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрее. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Бог говорит, вы должны покориться моей власти, которую я передал другим. Дело в том, что Бог наделяет других властью над нашими жизнями. В Библии рассказывается об одном воине Центурионе, который это понял. Поэтому этот Центурион пошел к Иисусу и попросил его исцелить своего слугу. На что Иисус ответил, «Да, я приду в твой дом». Это очень важно. Этот человек был язычником, но Иисус пообещал прийти к нему в дом. Но Центурион сказал ему, «Тебе не обязательно приходиться в мой дом, потому что у меня тоже есть власть. Я сам под властью других людей, и у меня есть подвластные мне люди. Если я прикажу им что-то сделать, они это сделают. Поэтому я и понимаю тебя». Он понимал, что Иисус находится под властью своего Отца. Если Иисус что-то скажет, бесы покорятся ему, потому что у него есть власть. Иисус посмотрел на этого Центуриона и сказал, «Боже мой, я не видел такой сильной веры у всего Израиля». Когда люди не понимают, что такое покорность, они не понимают веру, они не понимают Бога. «Порядок, который создал Бог». Это очень простой порядок. Первое его правило — дети должны покоряться родителям. Я знаю, что в нашем обществе такое непопулярно. Многим людям такое не нравится. Но это истинописание, и оно работает. Жены должны покоряться мужьям. Родители должны покоряться правительству. Родители должны покоряться своему начальству. А еще они должны покоряться лидерам их церкви. Такой порядок установил Бог. И если кому-то он не нравится, то этот человек ходит не со смирением, а с гордыней. Так повелел Бог. Вот что значит ходить со смирением. Вы должны помнить, что одним из признаков смирения является покорность. А вот еще один признак — не пытайтесь получить что-то силой. Многие люди пытаются получить что-то именно так. Но послушайте, что сказано в Евангелии от Матфея. «Кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится». Послушайте, как я это понимаю. Если мы выбиваем закрытую дверь, то это надменность и гордыня. А если мы сидим и ждем, пока она откроется, это смирение и храбрость. Бог не желает, чтобы вы что-то делали силой, а желает, чтобы мы ходили со смирением и шли за Ним. И тогда Он откроет нам дверь, в которую мы должны войти. Он Сам все сделает. Вы не должны давить на Бога. Не должны договариваться с Ним или проводить какие-то маневры. Вы должны просто доверять Ему каждый день. Если вы думаете, что только вы ответственны за свое Божие предназначение, то «Послушайте, если вы будете пытаться добиться Его силой, вы можете наломать дров». Послушайте меня, Бог не может вам сказать очень много. Если Бог скажет вам много, Он знает, что вы можете сделать что-то не так. Если Бог скажет вам много, это повлияет на вашу веру, и тогда вы наломаете дров. Поэтому Бог говорит «Я не говорю тебе всего», потому что тогда ты будешь силой пытаться всего добиться. А всякий раз, когда люди так делают, они совершают ошибку. Как нам понять, что мы напортачили с Божиим предназначением? Как нам понять, что мы в Луизиане делаем что-то не так? Мы придумываем новые законы в надежде, что они решат наши проблемы. Но они не решают проблемы, а создают еще большее. Это создает еще больше проблем. Мы ошибаемся. Все дело в том, что мы ввязываемся в то, во что мы не должны ввязываться. Послушайте, вы знали, что ходить в Божьей воле очень просто? Давайте расскажу вам, как это сделать. Когда вы просыпаетесь, вы должны уделять время Богу. Читайте Слово Божие, общайтесь с вашими братьями из церкви, ходите туда, старайтесь изо всех сил. Оглянитесь, перед вами столько возможностей. Вы только должны их увидеть. Дело только за вами. Если вы это сделаете, то вы сделаете все, чего хочет от вас Бог. Все так и будет. Люди постоянно спрашивают меня, «А как вы оказались в Индии?» Я им отвечаю, «Не знаю, просто так получилось?» А как вы оказались в Озвеле? Не знаю, просто так получилось. Почему так происходит? Да потому что мы покоряемся Богу. И такие вещи просто берут и происходят. Вы просто должны быть верны Господу. Вы не должны ускорять события. Когда вы их ускоряете, вы живете под давлением. Ощущаете давление, которое Бог на вас никогда бы не оказал. Вы сами давите на себя. Потому что по какой-то причине некоторые люди в этом зале считают, что однажды появится новый Билли Грэм. Но послушайте меня. Нового Билли Грэма не будет. Бог не хочет, чтобы вы были Билли Грэмом. Он хочет, чтобы вы были собой. Кем бы вы ни были, будьте собой. Я не уверен, что только что сказанное мной грамматически правильно. Но оно не лишено смысла. И далее быть человеком, который молится. Бог желает, чтобы мы были людьми, которые молятся. А знаете почему? Потому что молитва — это признание, что нами не управляют, и что нам нужна божественная помощь, чтобы добиться успеха. Те, кто не молятся, словно говорят Богу. «Ты нам не нужен». Этим людям нравится страдать. Они говорят, «Мне не нужна молитва, потому что у меня и так всего хватает». «Нет, вам не хватает всего. Сейчас бы нам очень подошла песня. «Иисус, возьми руль в свои руки». Вы согласны со мною, друзья? Потому что так вы ведете свой автомобиль в груду камней. И что вы будете говорить? «Иисус, возьми руль в свои руки». Так вот, молитва указывает нам на смирение. Если вы смиряетесь, ищете лик Божий и встаете на путь истины, то это тоже признак смирения. Так мы говорим, «Боже, это нам по плечам». Мы можем это сделать. Но мы говорим, «Боже, у меня не получается хорошо жить в браке. Только ты можешь мне помочь. Я не могу быть святым. Только ты своей силою можешь сделать меня святым. Я не могу сделать то и это. Мне не скопить состояние. У меня ничего не выйдет без твоей помощи. Без тебя я ничего не смогу. Но с твоей помощью все возможно. Нет ничего невозможного без тебя. Вы должны сесть или встать на колени. Я не знаю, как вам больше нравится. Вы должны поговорить с Богом о ваших отношениях. Вы должны послушать Бога. Не только говорить, но и слушать. Вы должны позволить этим отношениям появиться. Но вместо этого вы говорите, «Ты мне не нужен». Вы не можете идти по жизни, говоря, «Ты мне не нужен, Боже». Но потом вам потребуется Бог, и вы закричите, «Боже, ты так мне нужен сейчас! Послушайте». Так это не работает. У вас должны быть отношения с Богом. Позвольте мне кое-что сказать. Вы знаете, в притчах Бог сказал, «Вы продолжаете меня обличать, вы забываете про меня, вы отворачиваетесь от меня и не слушаете меня, но однажды я понадоблюсь вам, и вы придете ко мне и скажете, что я вам нужен. Просто помните об этом». Бог говорит нечто подобное в притчах. Мы не хотим этого делать. Я люблю говорить так. Мы не будем ставить сеть или выходить в море, когда бушует шторм. Вы не будете делать этого в шторм. Вы должны все уладить еще до того, как начнется буря, и придет большая волна. Мы должны помнить об этом каждый день. Давайте скажем «амень». Молитва очень важна. Что значит быть человеком, который молится? Если вы будете молиться, у вас будет и смирение. Возможно, сейчас кто-то из вас посмотрит в зеркало и увидит, что волосы у него в беспорядке. Ну что ж, у кого-то и так, да. Но мы еще не закончили. Давайте продолжим. Вот еще один признак смирения. Придерживаться Божьих путей. Если вы в отчаянии. Аминь. Вы придерживаетесь Божьих путей, если дела идут не очень хорошо. Вы знаете такое выражение? Отчаянные люди делают отчаянные вещи. Они делают отчаянные вещи, и это нехорошо. Они поступают так, как не поступали раньше. Давайте я прочту вам, что сказано во второзаконии. Бог делал нечто, чтобы вы смиряли себя. Иногда мы вопрошаем, почему жить так тяжело? Почему все так сложно? Ну хорошо, второзаконие. Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. По пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя. Ммм, Бог желает нас смирить, хочет это сделать, и говорит, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Что он хочет сказать? Когда народ Божий ходил по пустыне, Бог долго не посылал пищи, поэтому они начали бунтовать. Бог долго не посылал им воды, поэтому они начали жаловаться, бурчать и творить всякие дела. Даже когда он привел Моисея на грудь. Вы думаете, Моисей управился с табличками за день? Нет, у него это заняло 40 дней. Тем самым, Бог хотел заодно проверить, что станет делать его народ. И он увидел, что их вера не тверда. Если в нашей жизни царит отчаяние, то поймите, это наше испытание. Оно показывает нам, продолжаем ли мы идти за Богом или нет. Оставили ли мы его пути или нет? Потому что иногда мы говорим, я иду Божьими путями, но у меня ничего не получается. А что, если я возьму и пойду мирским путем? Вот что пытается узнать Бог. Ведь все мы его ученики. А у учеников в школе есть свое испытание, экзамен. Если вы не сдадите их, вы не перейдете в следующий класс. Многие люди не получают обещанного Богом, потому что они так и не выдержали испытания. Вам нужно пройти испытания, чтобы двигаться вперед. Перед нами постоянно будут испытания. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!